Начнем мы с золотой рыбки. Я сделала рисунок такой рыбки, чтобы можно было контролировать размер ее и нарисовала небольшую схемку, как ее вязать. Поскольку я не знаю какой толщины ниточки у вас будут, я буду вязать рыбку из такой вот пряжи толщиной 50 граммов 200 метров и из желтенького акрила толщиной в 50 граммах 300 метров. Но вы можете взять другую пряжу подходящей толщины, а если нету пряжи такой же толщины, то немножечко пересчитаете количество петель, необходимых для вязания рыбки. Начнем вязать с туловища. Я оставлю как пример рыбку и начнем вот с этого края. Сначала вяжем 2 воздушных петли и одну прибавку, то есть первую петлю ряда, два столбика без накида. потом две прибавки для подъема, поворот и расширяем туловище. делаем 2 прибавки. 3 ряд без прибавок. 4 столбика без накида. в четвертом ряду сверху и снизу прибавляем по одному столбику. и в последнюю петлю тоже 2 столбика. поворот и я прикладываю свое вязание к рисунку рыбки и смотрю, чтобы они по размеру совпадали. дальше по моей схеме два ряда без прибавок, потому что тут рыбка уже не увеличивается в размерах. в следующем ряду я прибавляю еще по петле сверху и снизу. снизу прибавка. следующий ряд без прибавок. опять прикладываю к рисунку и смотрю, насколько моя рыбка подходит. подходит по рисунку. поскольку я буду еще делать заключительный ряд обвязки, то по толщине она вполне подходит. потом я делаю 7 рядов без прибавок, включая тот, который я уже сделала, поскольку туловище идет ровно. в конце концов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Провязываю 2 петли вместе... Потом 4 столбика... И еще 2 петли вместе... Следующий ряд без убавок... 6 столбиков... Следующий ряд убавляю... Еще по петле... Сверху и снизу... 2 столбика... И еще 1 убавка... Смотрю... У меня совпал размер... Последний ряд... 2 убавки... Если вы вяжете рыбку из ниток другой толщины... Вам нужно увеличивать до того размера... Когда совпадет ширина рисунка и вязаной рыбки... То есть это может быть не 3 прибавки... А больше... Потом вязать ровную часть... И вязать убавки... Так же как на схеме показано... Вот мы довязали все ряды... А теперь я сделаю обвязку... Чтобы рыбка выглядела аккуратно... Делаю петлю подъема... И обвязываю столбиками... Без накида... По кругу... Б dimensions на все, если прыгнутьá... И вы конечно же получите хороший раздел Изы у нас... У2000 Мир версия ио8- ball. Нулестошковка все одержоты... Пьем лице... اتхарьки... Ту-техайки... До сих пор уст... Пришли до накида... Вявили где онättил его... Подходите эту роль... заодно прячем хвостик между столбиками и для себя 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 теперь свяжем маленький плавничок для этого вяжем 3 воздушных петлю петлю подъема и 3 столбика без накида поворот следующий ряд 2 столбика без накида хвостик прячем последний ряд 1 столбик без накида вот такой маленький плавничок хвостик тоже прячем и наконец последняя заготовочка которая нам нужна это верхний плавник вяжем 10 воздушных петель и 10 столбиков без накида петля подъема и 10 столбиков без накида Продолжение следует... Следующий ряд. Арочки из воздушных петель. Первая арочка 7 петель, вторая 5, 4 и 3. Вяжем 7 воздушных петель. И закрепляем столбиком без накида, пропустив 2 петли. Следующая арочка 5 петель. Пропускаем одну петлю и закрепляем. Следующие 4 петли. Пропускаем одну петлю и закрепляем. И последние 3 петли. Тоже пропускаем одну петлю и закрепляем. Теперь последний ряд. Нам надо обвязать арочки. Вяжем 2 столбика без накида. Одно пико, 3 воздушных петли. Выкрепляем столбиком без накида. Еще 2 столбика без накида в ту же арочку. Переходим на следующую. 2 столбика без накида. Пико. 3 воздушных петли. Закрепляем столбиком без накида. И еще 2 столбика без накида в арочку. Из 4 воздушных петель. Следующая арочка. 3 столбика без накида. Пико. И еще 3 столбика без накида. И последняя арочка. Тоже 3 столбика без накида. Пико. Пико. И последние 3 столбика без накида хвостик прячем внутри них. Закрепляем. Закрепляем. Обрезаем. И прячем. Все детальки золотой рыбки готовы. Я хочу, чтобы она у меня плыла в правом. Поэтому буду пришивать детали по-другому, чем у этой рыбки. Глазик я сделаю из кусочка фетра и бусинки. У меня здесь бусинки разного размера. Но я подберу вот такой вот глазик. Из фетра вырежу небольшой кружок. И черной толстой ниточкой у меня это ирис пришью. Парсик. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С изнанки закреплю... Глазик готов... Теперь пришиваем... Маленький плавничок... Если у вас нету фетра и бусинок... То вы можете глазик вышить... Или связать маленький вот такой кружок беленький... А зрачок тоже вышить черной ниткой... Так что отсутствие бусинок... Это не беда... Пришили плавничок... Тут я поднимусь немножко наверх... Чтобы не обрезать нитку... И пришьем... Верхний плавник... Верхний плавник... Верхний плавник... И последний штрих... Пришиваем... Хвостик... Вот он у нас стоит... Из двух деталек... Мы их сложили пополам... И... Кучкой... Пришиваем... Пришиваем... Рыбку... Когда вы будете пришивать... Рыбку... К основе... Можно пришить... Только туловище... А плавнички и хвостика... Оставить... Свободно разбивающимися... Закрепляем... Ниточку... И наша рыбка готова... Вот... Две пузатеньких... Золотых рыбки... Редактор субтитров А.Семкин... Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова